Уважаемые депутаты, члены сполкома, премары, присутствующие, я попытаюсь в течение пяти нормах разъяснить некоторые моменты, поскольку они носят достаточно глубокий спекулятивный характер в обществе, для того, чтобы снять все проблемы. Хочу их разъяснить, чтобы не было дали сползаний, дезинформации. Я, в общем-то, где-то рад, что уже председатель согласился, и я очень надеюсь на то, что коллеги тоже поддерживают вариант без дефицитного бюджета, к которому мы стремимся уже полтора месяца. И таким же надеюсь на то, что мы привезли на первом чтении бюджет в размере 6 миллионов доходной части и 6 миллионов доходной части. И очень надеюсь на то, что в течение двухнедельного поработаю, и сполком серьезно отнесется к этим показателям, учтет в обязательном порядке задолженности по капитальным вложениям, и их отнесет во втором чтении отдельной статьи в расходную часть, для того, чтобы мы приняли достаточно серьезный правильный документ. Но, чтобы было понимаемо всем, я слышу разного рода высказывания, это не упрек, хочу, чтобы услышали первые депутаты народного собрания, примары и также общественную слушательную информацию, о которой я говорил, некоторые коллеги, о том, что докладывают по бюджету глава ГАГАУЗИ. Согласно закону публичных финансов, статья 34-я, часть считай, власти, что при первом чтении нового собрания ГАГАУЗИ заслушивает и рассматривает доклад ГАГАУЗИ. По проекту бюджета рассматриваем, и утверждает общий объем доходов и расходов, чтобы не было высказываний, что нет у нас законной нормы, которая обязывает Баштара докладать перед депутатами. Она и вытекает, конечно, из логики, поскольку она является главным распорядительным бюджета, главным администратором бюджета, и она должна держать ответ перед депутатом. Теперь, что касается самого проекта бюджета. Опять же, я не могу пройти мимо этого, поскольку в последние несколько дней на неофициальном сайте группы Башкана ГАГАУЗИ появилась ложная информация о том, что я дезинформировал общественность по поводу расходов на содержание Башкана ГАГАУЗИ. Так вот, я беру наш документ, бюджет на 2021 год, который рассмотрел и принял Исполнительный комитет ГАГАУЗИ, предстал нам на утверждение. Значит, здесь я вам прочту несколько показателей. Лимит расходов по публичным органам, предусмотренным на 2021 год. Это касается административных расходов исполкома. Публично я заявлял о том, что все административные расходы исполкомного комитета, включая племарий, составляют, значит, на 2021 год в районе 123 миллионов, что, собственно, превышает показатель исполнения прошлого года примерно на 32 миллиона. И прыгнусь буквально пару минут. Значит, показатели я вам зачитываю. Вспомогательные услуги по осуществлению управления полкома в общей сложности 13,2 миллиона. Ту цифру, которую я озвучил. Далее. Управление финансов 4,388,000,000. Далее. Управление резервами и, значит, централизованными фондами 10 миллионов. Дальше. Разработка политики менеджмента в области научных исследований 6,388,000. Дальше. Разработка политики и менеджмента в области макроэкономического развития 3,990,000. Далее. Разработка политики и менеджмента в области сельскохозяйств 3,925,000. Далее. Разработка политики и менеджмента в области оригинального развития 3,469,000. Аналогичная. Значит, разработка политики и менеджмента в области здравоохранения 2,185,000. В области разработки и менеджмента в области культуры 2,815,000. И в общей сложности в совокупности эти административные расходы составляют 67,000,000. Более 67,000,000. Эти цифры показатели я вам заявлял публично в прошлом заседании. К этим суммам добавляются еще расходы административные расходы на содержание районных администраций плюс премарий. И в итоге у нас получается сумма 123,000,000. Повторюсь, что превышает по фактическим исполнениям за прошлый год на 32,3,000,000. Вот где должна быть экономия. Поэтому кто сомневается, вот все эти документы я вам цифры обозначу, исходя из фактов, из документов, представленных нам исполнительным комитетом. Далее я к этому хотел бы добавить, что в этом же проекте бюджета вы все видите предложено исполнительным комитетом утвердить в бюджетной сфере единицы 7723 человека. Если сравнивать этот показатель с 15-м годом, то это количество выросло на 850 человек. За 5 с лишним лет при сравнении на влаг это количество выросло почти на тысячу человек. Для того, чтобы содержать это количество людей, нужно расходовать примерно 50 миллионов в год. это для информации для примора, чтобы понимали, какие деньги мы расходуем на раздувание аппарата. Для информации также вам хочу всем сказать о том, что в области образования у нас школьников было в 2005 году порядка 27 тысяч детей. На сегодняшний день их осталось чуть более 14 тысяч. За это время по сути примерно тысячу детей мы теряем год. Вы понимаете, какая катастрофа? Вот над чем мы должны думать. Раздуваются аппараты, ведь я только сказал по части административных расходов, но есть еще огромная масса неконтролируемых расходов, и если такими темпами через 10 лет у нас детей не будет вообще, это бедственное положение, но вот над чем нужно подумать, а не думать, куда спрятать деньги для того, чтобы потратить на свои нужды. Хорошо, что я надеюсь на то, что исполком все-таки согласится с этими цифрами, но я вам ранее говорил, по капитальным вложениям и контрибуциям у нас задолженность 74 миллиона. И эту информацию, у меня, кстати, есть информация для примаров, потом я дам общую информацию, чтобы они посмотрели по своим населенным пунктам, какие объекты не профинансировали. И также дам коллегам-депутатам, чтобы тоже ознакомились. Эти долги были созданы кем? Должностными лицами. Причем на начало будущего года по итогам исполнения бюджета 2019 года, когда не было пандемии, когда не было засуки, задолженности по капитальным вложениям составляли 34 миллиона. В языках нужно было управлять, заложить еще на капитальные 50 миллионов, чтобы в оконцовке иметь долги вместо 34 еще на 40 миллионов увеличить их. Это есть показатель неэффективного управления. У нас отсутствует ответственность, в этом вся проблема. Вот обратите внимание, даже если у нас в правительстве, правительство может под свою ответственность принять закон без парламента. Если они провалят эту программу, то они ведут в отставку. В нашем случае никакой ответственности а я вам хочу сказать, что вот эти 74 миллиона вероятнее всего потянут еще какие-то долги судебных издержек, то есть это прямой ущерб. Отсюда вытекает, что кто-то должен отвечать за этот ущерб. По-правильному должностные лица, которые принимали решение, их надо привлекать в солидарной ответственности, в персональной ответственности. Пусть они отвечают своими имуществами, тогда у вас будет порядок. А для того, чтобы мы разобрались в этих цифрах, я предлагаю, чтобы мы подумали, я понимаю, что у нас времени осталось мало, но принять стратегическое принципиальное решение, принять решение обязательства палату для контроля по исполнению по всем этим объектам. Понимаете, по ним нужно воплотить какие-то объекты капитальные на будущий год нам планировать ниоткуда, денег нет. И по ним нужно разобраться. выявив там, где не будут цифры подтверждены, тех должностных лиц, которые подписывались, привлекать солидарные ответственности через судебное разбирательство. Я абсолютно сегодня не хочу бывать на органы прокуратуры, потому что там на них надеяться особо нечего. Но через судебное разбирательство это вполне реально можно добиться возмещения ущерба. Тогда у нас будет порядок. Я прошу поддержать проект бюджета и если будет возможно обсудить все-таки если у нас будет воля политическая на то, что принять решение о проведении аудита, принять такое решение, пусть этот аудит будет полгода, но нам нужно разобраться по этим тратам. Спасибо. Уважаемый коллеги, предлагается на поименное голосование, кто запрошил проголосовать? Поименно. Я пытался. Сперва процедура сейчас, процедура сейчас. За поименную процедуру. 17.15 Проходит. в зале 22 человека поименно. Уважаемый коллеги, вариант исполненного комитета принять закон, принять проект закона долгогрузия бюджета на 21 год в первом чтении по доходам в сумме 1 миллиард 06 676 тысяч лет по расходам в сумме 1 миллиард 149 880 4 тысяч лет. Источник финансирования дефицитов в сумме 143 миллиона 205 4 тысяч лет по лимитам долга и гарантии по займам суммам 86 519 и 2 тысяч лет и 284 и 7 тысяч лет соответственно. Кто за прошу проголосовать идем поименные голосования Гайдаржи Валентин с дефицитом нет с дефицитом нет против Горбалы за за Дюгер против Железогов против Жеков против Захария воздержался воздержался Иванчук против Хады за Харамид против КСА воздержался Ленчук против Форма же воздержался Рая против Сарьогов задержался Узунь Николай Ленчук против Узунь Юлия Семенович против Фазбук Петр Петр Чардарь Петр Черных Сергея против Чемпанец Сергей Константинович против Шоша Нагаль Вопрос не проходит Переходим к второму предложению Жан Григорьевич я вас не назвал Я извиняюсь Жан Григорьевич Вы против Чего-то я Я сказал Уважаемые коллеги Переходим К второму предложению Бездефицитный бюджет Предложение было Чемпоешь Сколько За Сколько Почти Сейчас говорю Вопрос Не прошел Раз Три За Остальные Вы Одержались Против Сколько Против Против Уважаемые коллеги Переходим К следующему Гайдаржи Валентин За Горбану Воздержался Дюльгер За Железогов За Жекова За Закаре Иванчук Иванчук Кадыр Кадыр Я против Против Покорович За Кыса Воздержался Леч За Ворман За Рая За Сарен Таран Узун Николай Ильич За Илесов За Чардар Воздержался Позлы Петрович Воздержался Черниф Собьет За Чимпоэ За Шоша Манка За Считаем голос Я сказал Что опять не сказал Не мешать За 15 голосов За Считаем голос За Считаем голос Так Это Жиль Дюки Железон Цекова Закаре Иванчук Скорбей Леч Порн Рая Николаевич Таран А Да Узун Николаевич Узун Илья Семенович Черник Чимпоэ 16 голосов Раз Два Три Четыре Пять Против Воздержались И против Раз Два Вопрос тоже не проходит Возвращаем Пожалуйста Я хочу сказать По правде Обрадовался Мне Перед всей Слава Никола Сказал Мы будем поддерживать Бизнес-эффициентный бюджет Я сказал Я буду предлагать Секунду Можно Хорошо Вы предложили Сами отказались Я специально Эти моменты Не затрагивал Потому что Считал И был уверен Что вы все-таки Поддержите Уважаемые коллеги У меня Совершенно Другое Предложение Отличное Это что Сказал Георген Что он сказал Очень разумное Предложение Но у меня Другое Предложение Я считаю Что мы должны Принять бюджет Либо Сделать Перелив Либо Постоять На переголосование Но Не рассматривать Никакие вопросы Кроме бюджета Пока мы Не примем бюджет Ром-4 Ничего не рассматривать Потому что Мы сейчас Внесем поправки В кодекс У кого-то Есть желание Твердить Все на цик И дальше Бюджет Мы не примем Хочу Пояснить Вам всем Согласно Нашего Закона Публичных финансов Согласно Закону Публичных финансов Республики Молдова Значит Когда принимается Временный бюджет У нас Принят Временный бюджет Все Капитальные Наложения А чем я сказал 74 миллиона Они блокируются Они будут Заблокированы Заморожены Никто по ним Платить не будет Фонды Где тут Много У нас говорили О том Что сельское хозяйство У нас там По-моему 6 миллионов Уже собраны Допументы Утверждены Исполком Которые планировали Выплатить В этом году Поддержку Сельхозпредпринимателям По другим фондам Все это Будет заворожено Очевидно Это выгодно Исполком Болгогозе Потому что Даже по этим суммам Что я назвал Это примерно 100 миллионов По ним просто Не нужно было платить Вот ей не нужно Будет финансировать Это делают в сторону Но При непринятии бюджета Вот тут опасность С этими суммами В особенности Пукоопложения Очень большая Вероятность большая Что эти компании Пойдут в суд И сдержки вырастут И хочу задать Вопрос Уважаемые коллеги Депутаты А что мы творим Почему мы Если кто-то из вас Голосует Вот я хочу сказать Если кто-то из вас Голосует За дефицитный бюджет Я хотел бы Чтобы вы подумали Об ответственности О чем я говорил ранее Нужно тех людей Кто хочет Поднимать ответственность Чтобы вы получили кредит Чтобы их Обязать В законе Отдельным приложением Пофамильные Этих людей Тоже Об ответственности По солидарной ответственности Чтобы они Персональными Увести ответственность За возврат этих денег И расходы по ним Своими имуществами Начиная Был в Гогозии Начальник управления финансов И фамилии депутатов Кто это поддерживает Вы понимаете Что происходит Поэтому я предлагаю Уважаемые коллеги Значит Если Прошу вас Либо делаем перерыв Либо вы Чтобы переосмыслили Чтобы вы переголосовали Без эффективный бюджет Если нет Мы делаем перерыв На несколько дней Или на неделю И рассматриваем Вопросы о бюджете Другие вопросы Не рассматриваем Принципиально Не закрываем честью Прошу поддержать Продолжение следует...